Вопрос потопления шахтными водами посёлка Буланаш для Артёмовского городского округа не новый. И решением ставшей в последние годы довольно критичной ситуации для Буланашцев на протяжении не одного десятка лет занимается экологический совет ТОСа, который возглавляет бывший председатель ТОМСа Виктор Юрьев. Наш посёлок был открыт в 1938 году, 80 лет уже будет на будущий год. И при открытии этого посёлка Тарханеев Борис Фёдорович, это геолог, который открыл наш посёлок, описывает местность, какая была здесь. Это были болота, где собирали клюкву, лоси гуляли, то есть уровень грунтовых вод был 0, минус 1. То есть сегодня подъём воды есть, его видно натурально. Вот где трасса Мотокросса у нас была, там образовалось уже огромное озеро. Уровень воды-то мы к тому, чтобы уровень, если бы он остановился вот сегодня на этой отметке, может быть оно и всех и устроило. Но он продолжает подниматься. И нас беспокоит то, что эта грунтовая вода может подойти в подвалы жилых домов, канализационные коллектора, водопроводы и так далее. Мириться с фактом, что в посёлке вновь можно будет собирать клюкву, балонашцы не намерены. Поэтому жители и бьют тревогу. И ждут ответов на свой главный вопрос, что будет дальше. Судьба шахтного водоотлива сегодня на устах каждого жителя посёлка. Ведь именно он спасал от подтопления шахтными и грунтовыми водами. По словам председателя экологического совета ТОС Виктора Юрьева, в 2013 году по баллонашу был проведён эксперимент по минимизации затрат на откачку воды. Затраты были 30 миллионов по откачке шахтной воды. Решили провести эксперимент, оптимизировать затраты таким образом. То есть сделаны были технико-экономические обоснования этих затрат, были предложения сделаны определённые. А вот на сегодня эти технико-экономические обоснования, которые были сделаны для оптимизации затрат, выполняются, но не в полном объёме, я должен сказать, не в полном объёме и не в те сроки, которые были регламентированы ранее. Ну и вот, конечно, к этому ТЭО, технико-экономическим обоснованиям, очень много вопросов. Потому что, согласно этих технико-экономических обоснований, рекомендуется вообще закрыть шахтный водоотлив. Мы считаем, что это недопустимо, что это может привести вообще к заболачиванию посёлка. В том, что останавливать работу шахтного водоотлива ни в коем случае нельзя, убеждены многие буланашцы. Кроме того, жители посёлка считают, что нужно ещё дополнительно ввести в работу несколько насосов. О судьбе шахтного водоотлива, о сложившейся ситуации с подтоплением посёлка. Шло обсуждение в рамках планового совещания с участием представителей Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, органа местного самоуправления Артёмовского городского округа, населения посёлка Буланаш и специалистов из Урал-Гипрошахт, ММПИ и Урал-Геопроект. Отметим совещание. По данной проблеме на площадке ТОНС посёлка Буланаш состоялось уже во второй раз. Ведь вопрос подтопления на личном контроле держит Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Именно поэтому Вячеслав Тюменцев, заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, стал частым гостем в посёлке. Его участие в совещании стало уже третьим визитом на Буланашскую землю. Напомним, в августе 2017 года заместитель министра лично побывал на скважинах, а также обследовал подвальные помещения домов частного сектора, где фиксировался подъём воды. Очень рад вас видеть сегодня в этом зале. Мы выбираемся на первый раз. В предыдущий раз мы рассказали вам все материалы, которые есть у нас в министерстве. Ваше обращение мы аккумулировали в единую таблицу. Попробовали ответить на все ваши вопросы. Выслушали те вопросы, которые возникли у нас в ходе встречи. Мы поняли, что есть ряд специальных вопросов, требующих специальных познаний в области. Гидрогеологии, на которых я на то встрече не смог дать сразу оперативный ответ. Поэтому мы в рамках нашего плана мероприятия, который мы же с вами формировали, в рамках нашей рабочей группы, мы сегодня привезли ряд специалистов, ведущих специалистов в области гидрогеологии. На прошлом совещании с инициативными жителями поселка представителями экологического совета ТОС Вячеслав Тюменцев дал слово, что подготовит ответы на интересующие их вопросы. И надо сказать, ответы действительно были предоставлены командой специалистов, прибывших вместе с заместителем министра. Так, в совещании приняли участие начальник отдела защиты населения и территории Министерства общественной безопасности Свердловской области, начальник отдела анализа и прогнозирования обстановки ГКО-СО, территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области, главный специалист Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, директор ООО «Урал-Геопроект», директор ММПИ, заместитель генерального директора «Урал-Гепрошахт» и главный инженер проектов «Урал-Гепрошахт». Со стороны руководства муниципалитета докладывали о состоянии дел на сегодня по теме подтопления поселка шахтными водами, о том, какие шаги были приняты в решении этого вопроса. Глава Артемовского городского округа Андрей Самочернов, заместитель главы администрации Артемовского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Миронов, председатель ТОМС, поселка Блонаш Людмила Вандышева, директор МБУ АГО «Жилкомстрой» Александр Королёв и руководитель экологического совета ТОСа Виктор Юрьев. Воспользовавшись предоставленным словом, глава Артемовского городского округа рассказал о финансовой составляющей для решения назревшей проблемы. Я хочу поблагодарить, во-первых, Вячеслава Яковлевича, что мы в ходе подготовки бюджета смогли совместно защитить 12 миллионов рублей на 2018 год для проведения вот этих мероприятий по предотвращению подтопления поселка Блонаш. Нам эти деньги в бюджете предусмотрели, эти деньги у нас есть, соответственно, дальше эти мероприятия мы все будем проводить. В свою очередь, директор «Жилкомстрой» Александр Королёв рассказал об уже реализованных мероприятиях по предотвращению подтопления поселка и о планах на будущее. Мы за 2018 год установили в ствол шахты три насоса марки ЭЦВ. В сентябре мы пустили в работу третий насос. Мы можем держать уровень воды в стволе шахты порядка 15-17 метров. В 20-х числах сентября один из насосов мы осознательно отключили в целях экономии на двух насосах. Уровень воды держится у нас на отметке 12,5-12,10 метров. Выполняя также протокольные поручения, мы провели акцион определения подлянчика на проектирование дренажных узлов. Контракт находится в стадии заключения. Срок выполнения работы – 90 дней контакта. В конце марта мы получим готовый проект. Этот проект мы должны ввести в эксплуатацию 15 августа 2018 года. Кроме того, мы сохранили работоспособный четвертый резервный насос, так называемый китайский. У нас в общей сложности сейчас в шахтном стволе 4 насоса. По словам докладчика, 500 метров кубических воды сливается на рельеф, что вызвало вопросы у активистов, общественников поселка. На вопрос руководителя режима «Колстроя», которому я задал вопрос, почему насос качает 500 кубов, он промолчал. Я говорю, где остальные 500 кубов и больше, которые должны подниматься на поверхность и сбрасываться в реку Бобровку? Они поднимаются на поверхность. И самое главное, идет разрушение охраны целиков, углубление этой воронки и подъем воды в поселке, что приведет к худшую ситуацию. Нужно включить водоотлив, добавить насосы, более эффективные по стоимости и по производительности. Вот и оставить водоотлив в рабочем состоянии. Это самая первая версия. А потом приступать подчередно к другим этапам. Споры вызвал доклад директора МППИ Игоря Четверкина, который подчеркнул, что особых угроз подтопления при существующей модели его предотвращения не было выявлено. Что такое подтопление? Подтопление – это уровень воды ниже двух метров. Выше, вернее, выше двух метров. Это подтопление. И вот для того, чтобы гарантированно обеспечить поселок, который не имеет этого подтопления, были рекомендованы заложить дренажные узлы на территории поселка, где есть такая возможность сезонного подтопления. Значит, эти два узла были заверены скважинами, где скважины подтвердили, что при соблюдении этой конструкции эту воду можно извлечь из этой точки, которая обеспечит и защитит эту территорию от подтопления. Одна скважина, я повторяю, она гипотетически задана на математической модели. Это место еще надо найти. Есть все предпосылки, что они есть. Здесь есть контакты известняков, здесь хорошее место, перспективное для этого заложения, но оно не заверено. Так что, перечень, чем проектировать, надо провести изыскание и завериться, эту точку найти, выявить и пробурить. Специалист считает, что дренажные скважины должны работать не постоянно, а несколько месяцев в году – весной в паводок и осенью в период затяжных дождей. Полтора месяца весной и полтора месяца осенью в период затяжных дождей. Это так по расчетам. Но бывают у нас года многоводные, бывают года сухие. И в этом случае эти скважины могут вообще не работать, могут работать больше нормированных трех месяцев в зависимости от водности периода. Это тоже надо понимать. По вопросам о затоплении, да, часть провалов, часть пониженных, они здесь есть, они будут затоплены, это превратится в озеро. Оно еще не затопилось, оно еще продолжает затапливаться, потому что мы к стационарному режиму не пришли, насосы у нас не отключены, но у нас вода идет поверхностная, поэтому насосы работают, уровень поддерживают, а вода в водоемах растет. Это все нормально, это все так и должно быть. По словам Игоря Четверкина, предполагалось, что когда водозаборные узлы будут введены в эксплуатацию, необходимо оставить на случай чрезвычайной ситуации водозабор в шахте, отключение которого должно проводиться под контролем. То есть отключиться, мы можем всегда и включить узлы, и включить, возобновить водозабор в шахте, если это не поможет. Так что это гарантированно не вызовет никакой чрезвычайной ситуации, все будет в плановом режиме, в управляемом режиме происходить. В ходе совещания высказал свою точку зрения по докладу Игоря Четверкина, заместитель председателя экологического совета ТОС поселка Бланаш, бывший работник шахты управления Егоршинская Юрий Патласов. Так он возразил на утверждение специалиста, что ситуация не вызывает опасений, и работа дренажных скважин должна осуществляться не на постоянной основе. Вы в своем экономическом обосновании предлагаете держать уровень грунтовых вод на 2, на 3,3 метрах от поверхности. В этом случае, наверное, вы сами понимаете, вы сами знаете, вы нам говорили, что будут затоплены все подвалы двух, трех и более этажных домов. Будет так, будет так. Вот, значит, здесь видно, какой у нас рельеф поселка. Вот если говорить о том, что вы хотите, уровень при остановке насосов будет между рекой Бобровка и Бланашкой. При этом еще вода поднимется метра на 3, как минимум, по трещинам и по храмам. То есть практически это будет возвращение на тот уровень, который был до разработки места рождения. В ходе жарких прений звучало множество обоснований проблемы, предложений решения вопросов по подтоплению. Но, как говорится, в спорах рождается истина. Так Вячеслав Тюменцев отметил, что цель данного совещания – выслушать все точки зрения и найти действенные инструменты для решения назревших вопросов. При этом он подчеркнул, Министерство природных ресурсов и экологии, а также правительство Свердловской области всегда поддержит и поможет в реализации тех задач, от которых зависит комфортное проживание жителей. Но при этом и власть муниципалитета должна действовать и прилагать максимум сил. Вот то, что происходит, вот то, что я видел, когда мы ездили по этим подвалам, да, вот мы приехали, женщина говорит, меня топит, я вот качаю воду. Я не могу ее выкачать из этого подвала. Не знаю, какая улица, значит. Я говорю, слушайте, колодец там откройте, где сети идут. А, бля, там полно воды. То есть сеть, худая сеть, не может так вот эта вода с такой скоростью там поступать. То есть это под давлением у вас. Надо сети смотреть. Это комплексный вопрос. Канавы надо смотреть, где-то все вещи. То есть, понимаете, то есть если эти вопросы есть, их безусловно надо решать. Надо решать их полномерно и комплексно, понимаете. И этот, это, конечно, работает местная администрация, это не снимает с них ответственность никакой. Если местная администрация выходит на согласительную комиссию, если денег не хватает, то мы всегда поддерживаем эти вещи. Так ведь? Можно по-разному там варьировать словами. Но я вот был здесь в августе, я был до этого здесь, значит, действительно там перерыв был в шахтном водоотливе, не было насосов столько-то. Мы пошли по, я считаю, ну идеальному, наверное, пути, ну нет идеала, надо к нему стремиться, но мы оставили один насос мощный китайский и поставили три насоса еще дополнительных. Плюс еще, того, чего не было до этого, в самых низких местах дренажные скважины, еще насосы, еще по два насоса в каждом, один, который рабочий, второй, который еще резервный насос. Понимаете? То есть никто не говорит о том, что что-то делаться не будет. Понимаете? То есть сейчас вот делается то, что не было сделано до этого. Понимаете? Можно спорить о том, есть угроза, нет угрозы. Понимаете, правительство Северской области пошло по пути, что если есть такая беспокоимость, надо делать. И первые шаги в решении проблемы должна сделать, конечно же, местная власть, отметил Вячеслав Тюменцев. Кроме того, он поблагодарил общественность, которая создала по данной проблеме резонанс, тем самым добившись реализации уже осуществленных мероприятий. По недопущению подтопления поселка, привлечения внимания к решению вопроса не только руководства Артемовского городского округа, но и областного. Назвав данное совещание не последним, заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области заверил всех собравшихся, что вопрос по подтоплению поселка Бланаш будет решен обязательно в плановом режиме с помощью науки и всех заинтересованных лиц, от которых зависит уровень жизни Бланашцев.